Погнали! Добрый вечер, ребята! С хорошей историей. Мы, во-первых, покажем, как профики отдыхают, ну, то есть, все же, знаешь, ну, просто, то есть, rest day, без тренировки. Кстати, часто я хожу, например, к бассейну или на пляж иногда, на прогулки хожу. Просто пытаюсь быть более активным, чтобы, знаешь, тело двигалось все равно. Пару таких дел в день у меня есть. Я поэтому хотел тоже у тебя спросить именно про кардио утром. Мы много раз затрагивали эту тему. Но скажи, почему важно делать кардио даже в дни отдыха? Утром, например, легкое. Ну, куча есть причин. Для аппетита, для здоровья, понятное дело. Помогает тебе просто тело начинать двигаться, и чтобы тебе сразу интриенты уже через крови начинают бум, двигаться, двигаться, у тебя начинается лучше восстановление даже. То есть, чем чаще у тебя сердце, это... Ну, я ничего не... Включается все правильно, тренируется, тренировать тоже нужно. Да. Тоже мышца тоже получается. От этого и название кардио, потому что кардиосессия. Те все качают все вот эти нутриенты по телу, и что утром хорошо начать прям день с кардио, с активности хорошая. А есть разница кардио натощак и, например, там... Ну, на самом деле, ну, ты сажешь тоже такое же количество калорий, но я думаю натощак, мне кажется... А, мне больше нравится, то есть... Скажи более чувство такое, и потом ты как будто бы хочешь заслужить завтрак, и ты уже по-другому голоден. То есть, это какое-то... Заряд. Да, задание перед тем, как... Да. То есть, начать день. Тебе потом все остальные задания проще кажутся. 100%. Слушай, когда ты уже позавтракал, вкусно уже такой... Ну, уже и на кардио не хочется, да? У меня уже такая, я считаю, рутина. Наверное, два года я постоянно делаю кардио утром. И, ну, когда не получалось, то я после тренировки обычно делал. Поэтому, ребят, все вот эти ваши аргументы, что я на массе не делаю кардио, чтобы не потратить лишние калории, это все... Оставьте себе, правильно? Да, ты больше съешь калории, если будешь делать кардио. Это просто отговорки. Нет, это отговорки, чтобы не работать, понял? Утром, чтобы типа поспать. Мне наоборот нравится, блин. Мне тоже очень нравится кардио утром. Поэтому мы туда едем. Сейчас увидимся в зале, ребят. Я обычно ставлю под углом на 7,5. И скорость где-то от 3,5 до 3,7. Это мне получается. То есть и под углом, и со скоростью, правильно? Ну, ты активно ходишь, я видел. Я заметил, в основном под билдеры медленнее ходят. Но я еще не настолько большой, так мне надо реально чуть быстрее ходить, чтобы... Да, я видел, ты интенсивно ходишь. Ты не ходишь, как обычно, билдеры ходят медленно, знаешь. Да, да. Потому что я считаю, что я содержу своим сердцем. Ну, за ритмом сердца мне надо минимум 130 или 140. Ну, между 130 и 140 beats per minute. Ну, все, погнали. Это идеально для высыхания жира. Ну, вообще идеально еще low intensity. Но это мне надо много времени еще делать. Ну, много, чтобы сжечь так же. А, такое же количество галорий. Так что, все, начинаем. Три, три, шесть обычно. Тут семь с половиной мне хватает. Вот это идеальный такой пейс. И я не держусь за вот эти, ну, ни за что считай, чтобы он не сбивался. Не сбивался. Ё, бери. Просто посмотрите, как Уляна нам хелпует целый вообще тазик фарша на целый день. Салатик-клечатка. Это ее завтрак, да? Я такое солнце. Погнали, броф, заценим. Погнали, заценим, что у нас там стоит на столе. О-о-о-о. Там поменялась эта кожа. Ну, за такое могут и это самое. А, видишь, она сегодня по-другому сделала шоколадный сверху. Flip-flop. Flip-flop. Это best breakfast per day. Как сегодня. Мне нравится кстати шоколадный. И она помягче получилась сегодня. А, Уляна просто разобралась, как духовка работает в Еврею. нужно один раз, чтобы разобраться, да. Духовка, наверное, с 80-х еще. Они, знаешь, в то время лучше духовки делают, на самом деле. Сто процентов. Сейчас все сделано, чтобы сломалось. А ну еще раз попробуй, скажи, как тебе. Ау, да. Мне нравятся шоколадные, хочешь немного больше. Ну, скажи классно. Угу. Да. О, ребятки, видите, ну, это ж не это самое, я вот то ху ворсу включил камеру, не заставлял его так говорить. Да, ты же меня спрашивал вчера, помнишь, типа ты хочешь свой завтрак или нет? Да, не, я буду запекал. Е-е-е, пошел в итоге овсянка. Но получается, что от такого отказываться нельзя, правильно? Да, 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 это, ну, лучше, чем овсянка. Супер. Мы, короче, завтракаем и гоним, гоним в магаз. Вот такой вот он у нас завтрак, прекрасный день отдыха. Let's go. Да, короче, когда я начинал, то есть я, считай, сразу и выучил технику правильную. Мы сейчас говорили насчет техники и генетики. Мы еще говорили, да, насчет генетики, и я вот всегда говорю, что, поймите, Антон AFBB Pro и любой, повторюсь, вообще, большинство, у меня даже наведение есть, натуральных, например, парней, которые вообще ничего не юзают. Ну ты, ну согласен, что, ну не сделают укол что-то волшебного. Абсолютно. То есть самое главное, это наоборот, типа, понять, что правильно тренироваться и правильно есть. Все свои идеи не лучше в еду вкладывать. В себя, в себя. Потому что, да, надо это все такое. Потому что реально, пока ты не поймешь, что у тебя есть генетика, ты не поймешь, пока ты реально 2-3 года, 4 года правильно все делаешь. То есть я, вот считай, 15 лет, мне еще был, 14 лет, мне был персональный тренер, Влад, когда еще абонемент взял, мама мне взяла абонемент, мне дали, типа, 12 занятий с тренером. И он мне все научил еще с самого начала, когда я только начинал тренироваться. В это дело у меня было чуть эго-лифтинг и все такое, но я уже понимал, как работают, типа, мышцы, как надо стимулировать правильно. То есть сначала ты, знаешь, чуть пампишь, потом тяжелый вес, ну, ломаешь себе волокна, потом растягиваешь, потом еще, может, добавляешь помпы. Короче, ну, обычная система для строения мышц, как строится тренировка. Когда ты понимаешь, что это майндсет, с самого начала ты уже понимаешь, какая у тебя цель, какая у тебя цель в зале. И тогда ты уже намного лучше. По-другому ты это, видишь, прочувствовал сразу, правильно? Ну, да, конечно, он, например, спину я первые 2-3 года не мог чувствовать. Когда я только начал чувствовать. Не, ну, я имею в виду прочувствовал в смысле тренинг. То есть ты же не просто ходил по залу и переставлял тренажеры. Ну, да, да. Это же я учу, знаешь, молодых парней, что в зал нужно приходить работать головой, а не переставлять тренажеры с точки А в точку Б. Таким образом точно ничего не поменяется. Да, да. То есть, по-другому, иногда, когда ты с друзьями приходишь в зал, хочется всех переделать и все такое. А вот лифт и все такое. Но реально у каждого как бы своя дорога и ты должен понять, то есть ты свое имущество не построишь таким же действием, как другой чувак. И таким же весом. Каждого все как бы индивидуально. То есть надо учиться и получать этот опыт в зале. Тогда все получится. И потом уже думать про какие-то дополнения. Видишь, ты сказал 2-3 года. Я тоже топлю только за дистанцию. Нельзя прийти и за месяц, знаешь. А я могу за месяц? Я к тебе хочу на видение. Я за месяц. Я говорю, я за месяц даже не пойму, что ты чувствуешь, что ты не чувствуешь. Нет, это самый длинный процесс. Поэтому чем раньше ты уже начинаешь в зале. Поэтому я начал считать 14 лет. И нет, 5-6 лет только получилось разобраться. Ну, я же на прокарту получил, но все равно. Только сейчас разбираюсь правильно. Но ты все это сделал в очень раннем возрасте. Поэтому ты красавчик, 100%. Спасибо. Ну что, погнали дальше? Yeah. Let's go. Давай я дам фидбэк. Ты пока делай. Я дам фидбэк. Показываем еще раз. Потому что я рассказывал. У меня... Не то, чтобы у меня нет проблем с ЖКТ, но я не хожу в туалет так, как это нужно делать, например, часто. Я очень часто хожу. Вот. А я наоборот. А у меня ЖКТ работает наоборот. И для меня это очень важно. И мне Тоха показал такой лайфхак, потому что у меня вот Daily Greens где-то были, стояли. Вот эти. Очень хорошие Daily Greens. Но мне нужно их прям 2 раза пить. И они такого замедленного действия. То есть они там действуют через 6 часов, 8. У меня. Мне Тоха показал алоэ. Алоэ. И как это? Уксус получается, да? Уксус яблочный. И яблочный уксус. Я выпиваю, извиняюсь за такие подробности, 20 минут и я готов. Да. Прямо. Оно мне сразу допит. То есть я утром схожу в туалет один раз, потом выпью это еще 2 раза сходить. Слушайте, но это очень важные вопросы на самом деле. Их никто не поднимает, но они очень важные. Ты согласен? Я думаю, да. Пищеварение одно из самых важных. Потому что запомните, если еда стоит в вашем ЖКТ, она начинает гнить, и это начинается вздуть, и это вообще проблемы. Ну, короче, так... Да, и прикол в том, что тебе надо все вот эти нутриенты, мышцы... Естественно. Если у тебя нет опищеварения, то ничего не пойдет в мышцы. Понял? Короче, ребят, просто запоминайте все моменты, которые мы вам показываем. Запоминайте, берите на вооружение. Потому что вот это все очень важно. Можно нам сделать Q&A в этом видео. Это что? Ну, Q&A, типа, answer. Question answer. А, ну да, кстати, пишите. Пишите свои вопросы, мы завтра поотвечаем на них. Нет, давай, давай ты в Telegram себе закинешь. Точно, в Telegram закинешь. И тогда мы в это видео сделаем, чтобы было больше... Точно, в день отдыхом, все. Я прямо сейчас тогда пощу в Telegram. Кстати, Telegram ссылка в описании. Вот это Тоха придумал рекламу. Я вот сижу на Telegram постоянно, пацаны. Так что вы это смотрите. Пацаны, если Тоха следит, то я не знаю, почему вы еще не в Telegram канале. Я его, кстати, не просил подписаться. Он красавчик, Сандашу. Классную чайку. На халяву взял. AVB Pro League. Мы, короче, взяли типа три футболки, а только за две звезды. Зачем жили? То есть вот это на халяву получилось. Найс. Let's go. На вкус, конечно, you're not the best. А, слушай, вкус не важен, важен эффект. Я всегда так говорю. Это мое ощущение тоже смешало. Okay, let's go. Very cool. Thank you. It's why it smells so good in here. It smells so good. Yeah, 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 yeah. That's the candles. Thank you so much. Of course, yes. So some of her interior design projects are right there, so she could also, like, once you get the house, she could also help you out with interior design. Oh, thank you so much. Thank you very much, of course. Ты ушли. Money, money, money. Вообще-то мы только что 20 долларов на Viannlo скинули. Oh, yeah. Yeah, there we go. Может, скидывайте деньги сюда. Next time, money. Да, с QR-шкорска все это сфокусировался четко. Если хотите помочь маме в бизнесе, потому что реально тяжело сильно. Америка. Да. О, пацаны, работаем. Сегодня у меня в маме на магазинчике. Так проходит день отдыха, да? В городе Нью-Хоупа. Ну да, пришлось помочь маме. Сегодня уже заработали 242 доллара. Считаю в голове. Короче, если вы хотите поддержать мой семейный бизнес, маме бизнес, она реально очень сильно над этим работает. И она уже зарабатывает нормально, но еще бы на плате за аренду. И получается, что мы в ноль. Расскажи, Бру, про магазинчик. То есть у мамы есть талант в плане креативности и всего такого. И она всегда хотела открыть свой бизнес. Она еще сделала, получила сертификат интерьерного дизайна еще в Украине. И решила, после того, как ее образование не работали в Америке, ей было сложно найти работу, так она решила создать свой бизнес. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, и она уже открыла свой магазин. И делает мебель, перерабатывает мебель. Всякие, продаем свечки, продаем маленькие такие для дизайна штучки. Если вы хотите сюда приехать, то это в Нью-Хопе. Адрес 124S Main Street, Нью-Хопе. Это на границе Нью-Джерсии и Пенсильвании. То есть называется Artishot Boutique. Да, я уже заснял, где она на улице находится. То есть если вам хочется как бы саппортить бизнес, то приезжайте, если вы в Америке. Расскажи, что там же все ручной работает, правильно? Да, то есть мама находит всякую мебель, вот эту старую, антик мебель. И сама все перешивает, перекрашивает, меняет подушки. То есть смотрите, какая деталь работает. То есть вот эти все детально сделано, видишь? Доброе, я это все заснял. А, ты уже показал? Да. Короче, да, и вот куча всяких маленьких для интерьера, дизайна. Продаем украинские картинки там. Еще, короче, поддерживаем свои бизнесы тоже украинские. Да, и вот, считай, так я говорю, все и работает. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но это занимает очень много времени. То есть одна, например, один стул займет пару дней работы. На заказ можно сделать что-то, да? Да, и, кстати, да, на заказ тоже, если у вас есть мебель, которую вы хотите старую мебель реновировать, то мама тоже это сможет сделать. Так что пишите. У нее есть свой инстаграм для этого магазина тоже называют. Так и называется, как и магазин, так что найдете. Все, приезжайте. Спасибо за поддержку, ребят. Спасибо, Бел. Так как мы с женой фанаты кофейка, мы решили взять вот такие вот чашечки классные кофейные. Свечечки с ароматом клубнички, очень вкусно пахнут. Готово, классно. Сейчас Тоха упакуешь, чтобы... Ну, я тоже по-турецки каплю, да? Да. Ну, ягодки, правда. Чтобы не разбить в аэропорту, да? Упакуем хорошо. Да, я сейчас их разнадежу на пару кусочков. Каждую в этой доме. Юля, она хочет еще какую-то подушечку взять. О-оу, машина. О-оу. Доброго дня, панове. Проводим экскурсию по Нью-Джерси. О-оу, е. Как вы писали в комментариях... О, это хорошая, это пятерочка, 5.0. Как вы писали в комментариях, что три человека в кадре и на трех языках разговаривают. Украинский, английский и я. Теперь мы только государственную мову разговариваем. Так, но прикол в том, что все трое мы можем общаться на всех трех мовах. Так, так. Просто кому как удобно, знаете, кто как привык. Я на Суджике привык вообще. Тоха привык на Суджике. В Америке он с американцами. Ну, я могу и так, потому что у меня папа по-русски разговаривает и мама по-украински. Вот, я с вами привык, соответственно, на русском, потому что, ну, вы понимаете, большинство ребят с Казахстана, с разных стран. Уляна всю жизнь прожила в Черновцах. Поэтому у нас вот такой вот симбиоз. Но мы понимаем все соответственные языки. О-о-оу. So beautiful. Что, будем кофеек брать? Да, мы ищем кофеек, но пиццу хотелось бы больше, на самом деле. Да, я тоже, блин, пахнет классно, да? Прям хороший корж, наверное. Мы сейчас, кстати, поснимем кофеек, и я вам дам немного, это самый очень крутой анонс. Расскажу кое-что секретное. Итак, ребят, сейчас будет рубрика «Ответы на вопросы». Вы позадавали свои вопросы мне в Инстаграм. И поэтому мы сейчас, точнее, Антон будет на них отвечать. Самый популярный вопрос, который я даже не читаю, он просто встречается каждым вторым, так как ты самый молодой, в принципе, молодой атлет. Интересно. Нравится твой английский, ты можешь прямо на английском отвечать, если что-то не знаешь. Я не знаю, почему мне тяжелее, когда я именно на вопросы отвечаю, когда я разговариваю, мне нужно. Короче, да, мне очень нравилось именно процесс улучшения себя. Да, процесс улучшения себя. И поэтому, когда я уже видел прогресс, я понимал, окей, мне просто нравилось именно процесс улучшения себя. И ты стал зависим от этого прогресса, как дофамин ты получаешь. Да, я получал дофамин от прогресса. И после этого уже, когда у меня получилось построить какое-то нормальное тело, и уже я решил, что после того, как мне все друзья говорили, типа, «О, ты у тебя классный физик, you should compete, bro». И я такой, окей, попробую. И после этого я как бы и начал подготовку. И до этого у меня мама говорила, типа, ну, зачем ты, типа, вот это все веса поднимаешь и даже не соревнуешься. Это родители, они сейчас так говорят. И поэтому, да, и поэтому я вот, ну, и начал. Не, она и до этого говорила, я помню. Ты находишь это своим смыслом жизни? В данный момент, да, нахожу. Отлично, это мы и хотели узнать. Второй вопрос про это же время. Как ты совмещал учебу, зал, то есть ты же профессионально занимаешься, экзамены, стрессы влияло ли это все на твою подготовку? Или ты просто, например, забил на учебу, посвятился полностью бодибилдингу или совмещал? Это, кстати, интересный прикол, потому что когда еще я не готовился, мне было легко. То есть я все равно съедал все свои приемы пищи и жил в таком режиме, как ты примерно живешь. Я тогда даже не хотел учить, потому что я очень был мотивирован вначале. То есть я прям ел, приносил в школу все свои приемы, ел до этого, до школы. Потом пытался доедать, ну, как бы доедать даже между классами иногда. То есть просто, чтобы у меня был прием пищи каждые 2-3 часа. Я к тому, что ты не забивал на школу, ты продолжал учиться. Да, ну и в плане учебы, да, то есть я не уверен, что бодибилдинг не, знаешь, был бы какой-то профессией. Потому что, ну, на самом деле бодибилдинг, как спорт, он ничего тебе не платит. Поэтому я был не уверен насчет денег. Поэтому я думал, что я пойду в колледж и буду учиться, получать какое-то хорошее образование. Карьеру строить. Да, именно или компьютерной индустрии, или где-то, понял. И это, ребят, очень... И в биологии, я думал, очень... Тебе нравится биология? Да, и поэтому я думал делать bioinformatics. И оно платит много денег, и поэтому я брал хорошие классы. То есть human biology, я брал AP классы в хайскуре, чтобы... Это классы уровня колледжа, чтобы получить какой-то кредит за то, что ты взял этот класс в хайскуре, ты можешь его перенести в колледж. Поэтому я брал сложные классы. И... Давай, двинь еще стулом, еще один раз двинь, еще один раз двинь стулом. И я тебе говорю, братишка, ласа, извиня. Это тренбулон. Но он ничего себе фигачит, да. Ну ты слышал? Специально стоит шик-шик-шик-шик. Ну специально. Ну он четыре, видно, задвинув за раз. Здесь семью. У него вся семья, как он выглядит. Ну да, погнали, да, извини, пожалуйста. О, сори, брат. Да, то есть я брал вот эти сложные уровни класса, чтобы реально в колледже они пригодились. И каждый год я улучшал уровень класса тоже, когда у меня виски улучшался. И оценки у меня были очень хорошие, кстати, в школе. И поэтому я еще думал, что я пойду в колледж. Но когда у меня началась первая подготовка, и у меня было три IP-класса, я не смог реально со всей работой, то есть кипапнуться. И мне пришлось закончить онлайн. То есть я дропнулся из своей школы и закончил онлайн последний год. И тогда я уже был полностью бодибилдером и переехал в Техас и жил сам сам. Я тебе скажу, что ты молодец, потому что знаешь почему? Это молодой парень сто процентов задал вопрос. Но знаешь почему? Он хотел от тебя услышать, что я забил на школу, потому что я почувствовал, что я бодибилдер. Он такой, я тоже забью на школу. У меня все равно реалистик в голове. Я понимаю, что... Это я всегда говорю. Всегда должен быть план Б. И поэтому я не соревновался рано, потому что я понимал, что я не готов еще. Ну, все такое. То есть я понимаю, где я нахожусь и оцениваю все. Риски должны быть оправданы. Да, с трезвой головой. Да. То есть я не даю эго эффектировать мне то, что я делаю. Это правильно, бро. И вот еще такой вопрос. Были ли у тебя выгорания в плане режима? Хотелось ли? Вот знаешь, ты сидишь на подготовке, и тебе хочется бургеров, чипсов, и ты слетаешь. Было ли такое? Нет, что было. Прям я ехал и слетал. Именно делал такое решение. Но иногда я типа, может, доем батончик, подъем, потому что у меня прям вообще вздыхал. Но это было на первой подготовке. А потом вторая, когда я уже реально все выиграл, я ни разу ничего не читил вообще. Понимал, что оно того не стоит? Оно не стоит, потому что я реально уже был на очень высоком уровне, и это мой единственный. Как бы тогда уже план A ушел. Потому что, точнее, план B уже ушел, и я полностью иду в план A. Фул фокус на план A. Да, потому что тогда еще школа и все такое, но все равно я не читил только, может, один-два раза за первую подготовку. Ну, это круто. То есть, опять-таки, не было 18, подумай. Ну, поэтому ты потом все повыиграл, потому что дисциплина. И прикол в том, что я в миссезоне, главное, не читил, потому что не хотелось. Ел обычную еду. И потом вот такой, ааа, потому что мне наоборот, типа, жрать, блин, фигу. Ну, я себя заставлял через не себя. Смотри, очень, очень крутой вопрос, на самом деле, который интересен в том числе и мне. И всем ребятам, которые, у них нет к этому доступа, но у тебя есть к этому доступ, и ты можешь нам объяснить. Потому что, как бы, мы с тобой общаемся. Расскажи об американском комьюнити. Взять срабать, да? Не, можно, порядок. Расскажи. Они тоже скажут, я специально так сделаю, чтобы они написали. Больше комментарии, понял? Они в комментариях написали, что жует постоянно. Ребят, закрывают углеводное окно. Ну, это же как бы профессиональный бодибюдинг. Ну, могу и аккуратно пить тоже. Очень крутой, ребят, вопрос, на который может ответить только Антон. И мне самому интересно, на самом деле, ответ на этот вопрос. Расскажи об американском комьюнити, именно о блогерах. Вот какие они в жизни отличаются, или, например, на камере в жизни. И, вот, и о брендах по типу Jim Shark, Young Alay. Какие деньги там крутятся, если мы говорим, например, о спонсорских каких-то движениях и зарплатах? Интересно. Ну, на самом деле, у меня есть много друзей, которые инфуенсеры. И все, якобы, меня все знают в американской индустрии уже. И мне это капец, потому что я смотрел за ними еще два года назад, прям, думал, я никогда там не буду. И сейчас мне прям, знаешь, это прям краш реальности. И мне кажется, что, капец, чуваки, которым я, как бы, надыхался, и они теперь мною. Они мне, они мне... Респектуют. Респектуют. Это прикольно, конечно, но я, когда встретил много людей, они, на самом деле, видно, что их не даже по телу, они не достигают, как у них показывается на социал-миди. Они не такие nice, как они есть на социал-миди, на самом деле. Большинство из них не настоящие. Но те, кто мои друзья, и те, которые, видите, я пощу, они настоящие крутые чуваки. Я не кал учащу за крутыми лохами. Зачем мне это? Хорошо, сразу вот скажи. И насчет денег? Сразу вот мы это просто не обсуждали. Да, сейчас насчет денег перейдем, просто тут добиваем. Мне просто интересно. Но только скажи вот правду. Не на камеру. Представляешь, что она не снимает? Вот какой я? Мне просто интересно. Я в жизни и на камере. Ты точно такой же крутой. Мы не сговаривались. Не, в натуре. Ну, быдло такое, да? Такой неприятный тип. Не, у меня никого не было ни разу, на самом деле. Очень приятный вопрос. Это, наоборот, классная атмосфера. Слышали? Энергия классная, понял? Да. А, ну, что мы еще хотели? Про деньги? Бабки. Сколько платит YoungLage, Gymshark? Какие деньги там крутятся? Большие компании... А, нет, подожди, последний. Я сейчас... Человек спросил, да, про большие компании. Потому что у нас это всегда типа спонсорство банка протеина в месяц. По туре? Да, это спонсорство у нас считается. А камера работает еще? Да, еще работает. Ну, да, то есть прикол в том, что большие компании, как YoungLage и Gymshark, они в большинстве даже людям и не платят. На самом деле у них есть очень большая амбассадорская программа, в которой они загоняют много инфлюенсеров и просто дают им комиссию. То есть дают им код какой-то или ссылку. Промокод? Да. Например, YoungLage дает всем 3 месяца free trial. Если ты сделаешь больше 35 или 50 сейлов в месяц, тогда тебе дадут, может, 500 баксов. А, тогда ты остаешься на команде. Если ты не делаешь столько сейлов, ты не остаешься. Кэмфул. Да. И потом также, чем больше ты продаешь, у них такая системная система есть. И они продаешь, например, на одно количество, а потом тебе тысячу зарплаты. Например, продажут на 10 тысяч, тебе дадут тысячу зарплату. И потом ты можешь негашировать твою зарплату. То есть я, Муксиан Лей, я бы негашировал хорошую зарплату из-за того, что у меня есть ProStatus. И, например, другие компании, как DarkSport или компании, которые любят свой именно имидж, они используют ProStatus или Level. Они платят реально хорошие деньги людям, которые реально чего-то добились, не инфлюенсерам. И поэтому у тебя большая ценность. Давай смотри еще, знаешь, как сравнивать, например, у меня же тоже есть бренд, да, он не супер многооборотный, но те ребята, которых я где-то спонсирую, помогаю, я это делаю просто так. В Америке такого нет. То есть здесь чистый бизнес, все на цифрах, если ты не делаешь цифры, то как бы тебе ничего не светит, правильно? То есть отношение другое, правильно? Ну, да, это бизнес, как бы, как работает капитализм. То есть ты даешь им сервис, они тебе дают деньги. Если не даешь им хороший сервис... Я просто решил, понял, пожалуйста, потому что я просто даю деньги, типа я взамен вообще ничего не получил. А, в натуре? Ну да. А это развивать можно, потому что кто-то должен это развивать? Есть компании, которые, вот как мне, например, им не важно, сколько я продам. Вот, вот это классные ребята. Да, прикол в том, что... И даже я не... То есть это зависит от, какой у тебя статус тоже в индустрии. Ну да. И сколько подписчиков, все такое. То есть ты уже больше как узнаваемость бренда, вот эти все моменты. Да, и за это уже платят, ты как больше модели, и репрезентуешь бренд. Да. Так... Да, другие... Но деньги большие крутятся? Ну, насчет зарплат, я думаю, начинается большими людьми, наверное, 15-20 тысяч. Большие люди, это сколько подписчиков в инстаграме? Это даже не инстаграм, это больше статус, наверное, я думаю, от миллиона. Назови кого-то любого. Миллиона, например, я думаю, если контракт... Не знаю, я думаю, почему... Шизи, смотрю, например, Шизи. Ну да, Шизи, например, он даже в комиссии, наверное, делает от 40 тысяч где-то около... Наверное, он делал 60 топ, у них обычно 60 топ. Но просто комиссия. И поэтому он получает, наверное, еще десятку, наверное, например. Потому что Янг Вая особо не дает хорошие зарплаты. Ну, слушай, они подписали Арнольда. Да, поэтому с такими людьми они платят много. Джей Кадлер, Арнольд. Да, Джей Кадлер, что очень большой чип. Я думаю, минимум, да, 50 тысяч в месяц с таким палатом. А там, если я не ошибаюсь, мне кто-то говорил, я могу ошибаться, но мне говорили... Там речь о 250 в год, что-то такое. А вот это как раз около такого, да. Что-то около такого. 250 это около 35, да? Да. Ну, да, около того. И так и платят, да, так платили, контракты давали и тогда еще. Потом прикол, что с интернетом и социальной медией зарплаты у бодибилдеров урезались. Контракты, потому что они понимают, что реально бодибилдеры, ты не знаешь, что ты сможешь продать больше. Это ничего не значит, ты просто бодибилдер. То есть им лучше платить... Нужно быть инфриенсером. Да, которые могут продавать. И поэтому теперь не дают контракты бодибилдерам, которые появлялись в этих журналах и просто на телевизоре. Ну, иногда на телике у них было какое-то шоу или DVD-сы они продавали. Тогда им давали большие контракты, потому что это все, что было. Короче, подсуммируем. Нужно рвать жопу. Рвать жопу, делать контент. И тогда все будет. Как и везде, и во всем. А мы продолжим наши вопросы на прогулочке, да? Мы допиваем кофеек и продолжим где-то уже с оленями. Побегаем. У вас будем ловить кролика. Он хавает травку. У дедушки тоже кролики. Он сейчас убежит. Убежал кролик. Упрыгал, блин. А мы взяли широкоуголку. Если бы мы взяли для вас... Можно было снайпить, так сказать? Да, у нас была 70-ка. Мы могли взять за снайп. Но, слушайте, есть как есть. О, мой гоже. Это бэби. Это бэби-рэбби. Бэби-рэбби, Мэдди. Ты любишь это. Бэби-рэбби. Бэби-рэбби. Я хочу собрать тебя. Ты не собрать? Я бы. Я бы проделал. О, мой гоже. Я сделал. Я сделал. Как вам атмосфера? Какое-то болото какое-то, да? Да, тут Шрек, короче, вот там живет за углом. О, ше? Да. Этот, мы называем Mr. Jackson. Он такой здоровый, с таким животом ходит и это... Кайгрим? Да, да. И он снимает этих птичек всяких, понял? На камеру. Как у тебя такая здоровая. У меня не только камера здоровая, брат. А, вообще. Окей. Ноги здоровые, да? Нет. Вот это уже по твоей части. Слушай, прикольно. Тут такой вайп, конечно, да? Угу. Я не видел уже болота, но в Лос-Анджелесе и вообще нигде я не знаю сколько. Тут так прикольно. Тут есть очень красивые места. То есть, это только один из парков. Тут куча парков полно. Вообще. Кстати, ребята, Антон на меня плохо влияет, потому что у меня слишком много этого английского в жизни появляется, когда мы с ним и делимся. Вау! Класс! Угу. Такой вайп, да? Там, короче, тупик, но там целый вид на болото есть. Ну, ребята прям с нами гуляют по парку, понял? Я камеру не выключаю, они гуляют прям вместе с нами. У вас вопрос уже, да, есть? О, да, вопросы. Давай сразу. Можно там оставить сюда и ответить? Давай, сейчас я сразу прочитаю тебе вопрос. Окей. Да, тут комров побольше, кстати. Да, я же говорю, есть комров. Ну, можно болот на воду, да. Комарщики, конечно, тут. Мы продолжаем рубрику ответы на вопросы. И такой, ну, все вопросы, знаешь, к тебе все, как максимально молодому пацану. Что бы ты сказал себе, 15-летнему? Просто процесс. Да? Не надо спешить никуда. То есть просто надо обучать себя и делать правильно, учиться правильно делать, как тренироваться, как кушать. Просто и верить процессу. То есть, может, оно не сразу результат будет, но через какое-то время точно будет. И надо просто, это медленный процесс. И в плане боевого, ну, если это будет. Ну, ты считаешь, что ты все правильно сделал, например? Ну, ты бы там, например, что-то поменял? Наоборот, я сильно фигачил, когда у меня и перетренин был жесткий, и у меня гормоны упадали сразу. Перетренин я себя чувствовал и сушился сильно в 14-15 лет, потому что пресс хотелось хорошо себя выдавить. Короче, не было причины для этого. Нам просто набирать, когда ты молодой. Но если ты жирный, да, сначала скинь, потом набирай. Да, но если ты жирный, у меня вопрос. Ты почему стал жирным? Вот это, как все, знаешь, жирные пишут, как сбросить. Ты зачем это делал? Ты же, ну. Ну, ты же видишь. Вот, ты же видишь, да, зачем ты это делал? Скидывай все это нахрен, а потом начинай. Ну, положи эту ложку на стол обратно. Сто процентов. Бабушка не обидится. Знаешь, как мне еще пишут? Ты понимаешь? Ну, жирный пишет, но он такой, не обижайтесь, вы жиробубчики такие есть, давайте все своими словами назовем. Ну, вы же все добрые. Да, мы по-доброму. Ну, знаешь, как пишут? Хочу набрать мясо, мне нужен профицит. Я говорю, тебе профицит нужен. Да, да. Ты сначала расстроишь хорошего телосложения. Ты на массе. То есть ты хочешь, чтобы у тебя прорисировал дальше. Да, сто процентов. Кстати, этот вопрос, так же, подписчик написал, что касается деда, я скажу так. Я в 15 просто бы делай то, что делай. Делай то, что делаешь. Потому что если тебе не нравится уже с самого начала. Я скажу, если бы я понял, что ты поумнее сделал, поступил бы в универе, еще что-то, я бы здесь не оказался. И с тобой бы не снимал видео. А это круто, поэтому я все сделал правильно, я считаю. Да, так жизнь работает. Бум, соединились. Мне интересно, классно, потому что я могу всем рассказать мой опыт. То есть я, блин, ждал 5 лет. 5 лет ждал, чтобы нашим рассказать, как у меня все это прошло. 5 лет ждал, Антон, чтобы поименеть. Была возможность. Я тогда еще хотел, чтобы Мокшин или кто-то еще, но мы с ним не получилось встретиться. Братанчик будет круче, ты че, не парься. Да, мне это нравится. Наша аудитория самая лучшая. Фак я. Опа. Ты слышал это? Да, это жаба. Нет, это не жаба. Опа или птица какая-то. Тут орлы жесткие тоже есть. Да, может, это уже эти анаконды какие-то там. Кстати, тут есть эти turtles эти. А, черепахи? Да, да, должны быть. Черепахи. Слушай, ну, ответь еще, знаешь, на какой вопрос? Спрашивали ребята, а как найти тренера хорошего? Как понять, что тренер хороший, тренер плохой? В основном тренера сейчас все тренируют. То есть, надо понимать, кто именно этим занимается full time. То есть, только тренером. И смотреть, какие у него клиенты до этого. Понятно, дело, просто у него должен быть опыт хороший. Я бы... Ну, то есть, либо он у тебя, ты верите, доверяете ему, или он бесплатно дает тебе. Я бы еще, знаешь, как сказал. То есть, согласись, что хороших тренеров тоже много. Но тут еще, кто тебе подходит, знаешь, типа... С кем бы ты пора... Кто выживает, вызывает у тебя уважение. Если человек не вызывает уважение, ты не будешь его слушать. Ты не будешь его слушать, ты будешь просто... Да, у меня тренер, я реально его респектую. По возрасту мне кажется, как отец мне. Но он просто выглядит постарше. Тут не важно, младше или старше. Тут главное, если человек вызывает у тебя, знаешь, типа... Ты готов ему довериться, это самое главное. Поэтому я считаю, что, да, тренера нужно так выбирать. Здесь у нас тут футбольное поле. Это мы сейчас за школой. Я покажу сначала за школой. А потом покажу. О, уже именно скулбасс. Да, тут 50 автобусов выставлено. Такая большая, да? Тут я хотел школу уже 2 года назад. Сейчас мой брат ходит сюда, кстати. Shout out. George. Вау. Скоро уже брат будет тут парковаться, но вот тип парковки. Короче, справа одна из парковка, это для джуниров. То есть, третий год high school. Им не дают парковаться на настоящей парковке. Сейчас тут автобусы. Ну, когда заполняется вновь больше людей, получают свои права, она заполняется парковка. Вот еще одна парковка. Это не для крутых. Потом, когда ты уже самый крутой, синер, последний год high school, тебе дают парковаться на заднем дуре. Там, где учителя паркуются. Ребят, согласитесь, что это мечта всех. Это прям, вау, когда я сюда ходил первый раз, когда пришел, я на телефон все записывал. Американская школа, капец. Потом, fast forward 3 years, и все, я уже думаю, вот школа сраная. Да, то есть, это задний вход, там прям уже коридор, школа. Ну, расскажи... Там у нас этот джим, ну, этот зал для... Слушай, ну, много кто об этом мечтает. Расскажи, каково это учиться в американской школе. Короче, реально, как в фильме. То есть, есть группы таких чуваков, типа, крутые, тупые, залучки, понял? И реально, как в фильме. Вот это бейсбольное поле. Я там бегал на этом, на стадионе. Бегал, это легкую атлетику еще в первом году high school. У нас теннисные есть поля. И два, две качалки в школе, прикинь? С такими настоящими тренажерами. Одна больше фри-вейт, и еще одна есть с тренажерами, с дорожками. Теннисные корты. Даже мне кардио давали делать, потому что у нас некоторые учителя занимались бодибилдингом. А, учителя бодибилдинг? Да, да. Ну, правда, потом, когда... Ну, они чуть странные, короче, тут филы есть тоже. И вот учителя, например, когда девочка закончила последний год, то сразу они и пишут, типа, все учители по физике, по физике. Американцы, это часто у них проблемчики. Такая, да? Ну да, ты хорошо сделал. По-американски, то есть, поэтому... Осуждаем на всякие случаи. Окей, это не смешно, да. Сейчас я покажу центральный вход в школу, чтобы показать, как она выглядит. Такие улочки красивые, слушай, вообще класс. Да. Короче, в школе даже самой столько, там, три кафешки, то есть, куча всего даже, ну, не в плане учебы, прикольно. Но все равно, то есть, начинается что-то раньше. Слушай, мы только что с тобой обсудили, и получается, как вот есть сериал «Эйфория», вот так вот все и в жизни, да? Да, да. Насчет нахеркового, всего такого, то есть, дети тут начинают. Потому что, ну, они очень, у них бабы и родители, в общем, стоп, и им не афиг делать. То есть, у них все уже есть в жизни. Зачем стремиться что-то делать? Хочется чего-то, да? Да, хочется чего-то крутого. И вот это главный вход. Watch on Hills Regional High School. Да, кстати, я привел четыре года. Там, вот, сдавянно, видишь, оно выпирает, это прям концерт-холл для всяких выставочных выступлений. То есть, да, там приедем еще, там есть центральный двор, через задний вход приедем. То есть, тут, а тут типа два корпуса или даже три, и они все, ну, то есть, по школе можно ходить двенадцать минут, чтобы с одной стороны и другой найти. Здоровенная. Ну, и два этажа. В первом корпусе только один этаж. А, да. Вот так. Есть некоторые с одним, есть некоторые в стуле. Хорошо, все. Возле школы. А теперь просто представьте по таким улочкам на School Bus ездить в школу. Просто представьте. Да, там есть еще, с другой стороны, классный город тоже. То есть, в любой... Школа прямо в горах находится. Я надеюсь, вы оцените эту атмосферу, которую мы вам показываем. Ага. Еще идеальный класс. Оу, да. That's so beautiful. Это дорого после школы, то есть, ну, можно и на машине уже кататься. Ну, да. У нас-то никто не катается в школе. Хотя некоторые чуваки покупают, да, в последнем одиннадцатом классе. Да? Не, у нас никто не... Не, никто? Не, не, никто. Класс.